Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги. Сегодняшняя тема в развитии предыдущих, касаемых безопасности зданий и сооружений, она выглядит очень длинной, вы видите, на этом слайде обозначено, то есть базовые методы, алгоритмы и программные комплексы, чисто моделирование нагрузок и воздействий, напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости, несущей конструкции при нормативно-регламентированных сочетаниях нагрузок и воздействий. Тема достаточно обширная, и понятно, как мы с вами говорили и договаривались, что я за ограниченные временные диапазоны не смогу, конечно, вам даже приблизительно коснуться всех аспектов этой темы. Тем не менее, обращу ваше внимание на основные моменты, и сразу, опять же, акцентирую на литературу, поскольку, повторяю, вы должны работать самостоятельно. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот это такая настольная, скажем так, книга современных расчетчиков, ну, тех, кто пользуется современными методами, алгоритмами и программами расчетов, и хочет в этом деле преуспеть, в том числе для анализа безопасности зданий и сооружений. Это книга, ну, классиков нашего современного жанра. Это Анатолий Викторович Перельмутер и Владимир Исаевич Сливкер, которых, к сожалению, уже с нами нет. Вот, они написали первую редакцию этой книги где-то там в 2001-2002 году. Она имела несколько переизданий. И, насколько я понимаю, вот, на сегодняшний день это лучшее, да, что касается, что рассказывает о том, каким образом эти расчетные модели надо строить, насколько это наука, насколько искусство, что надо учитывать, и каковы возможности анализа, то есть, что можно ожидать анализа тех или других расчетных моделей, от чего, может быть, ожидать и не стоит. Мы этого коснемся еще, безусловно. Я быстренько пролесну назад. Сегодня у нас занятие и лекции будут происходить в таком режиме, в основном я буду у доски. Повторяю, если есть какие-то вопросы по предыдущим занятиям, по нынешнему, пожалуйста, можете задавать. Я надеюсь, что буду вам полезен в своих ответах на эти вопросы. Итак, когда мы говорим о базовых методах, да, методах расчета, да, или численном моделировании, понятно, что речь идет именно о численном моделировании, потому что сегодня серьезные сооружения, уникальные, тем более, сооружения высотные, большепролетные для ответственных отраслей и промышленности, невозможно рассчитать, ну, условно говоря, на кончике пера, то есть, какими-то аналитическими методами, невозможно и более того, не нужно делать это на коленке, да, на коленке можно какие-то прикидки делать, вот, а необходимо пользоваться вот современными базовыми методами численного моделирования, да, то есть мы заменяем некие континуальные, то есть непрерывные задачи, вот, их дискретными аналогами и решаем вот этих дискретных точках по пространству и по времени, определяем основные параметры состояния наших объектов, будь то нагрузки и воздействия, если мы хотим определить нагрузки и воздействия, будь то параметры напряженно-деформированного состояния, если мы хотим именно их определить. Я не буду давать такой обширный экскурс в историю, понятно, что эти методы, ну, численные методы прежде всего, они прошли такой долгий и славный путь, и некоторые из них, которые сегодня уже практически, ну, что, не используются, да, ну, как бы, ослужили свой жизненный, так сказать, ресурс, они, тем не менее, на этом историческом пути были абсолютно необходимы, потому что, может быть, на какой-то точке, в какой-то точке бифуркации, если бы не было этих методов, да, и современная история пошла бы в чистых методах немножко иначе. Тем не менее, несколько методов из этих базовых вы должны знать. Сегодня безусловным лидером в этой области, причем это лидерство никем там не узаконено, никаким чиновникам или там никакими юридическими документами не прописано, это, как бы, такой естественный путь и то самое лидерство, которое я бы приветствовал во всех других отраслях, когда оно возникает в процессе конкуренции, и, вот, собственно, в результате этой конкуренции кто-то становится на первое место сегодня. Итак, это метод конечных элементов. Мы не к ним слышали сокращение МКЭ, ну, английский эквивалент, Finite Elemental Method, так, чтобы вы знали, да. Мы об этом методе поговорим. Он реализован, об этом тоже речь впереди, значит, в большинстве, ну, в подавляющем, можно сказать, в большинстве наиболее популярных сегодня программных комплексов и тех, которые, наверное, вы пользуетесь, или которых вы знаете, да, ну, и тех, которыми вы не пользуетесь, но являются, там, скажем, безусловными лидерами современного численного анализа сложных и инженерных, в том числе, систем. Итак, метод конечных элементов. Второй. Ну, не буду их сейчас расставлять, но, тем не менее. Метод граничных элементов. Или Boundary Element Method. Английский, как бы, да. Валент. Значит, достаточно такой математически красивый и идеологически правильный метод, который позволяет сводить задачу, ну, скажем, трехмерную к двумерной, то есть только на границе, на поверхности, двумерной к одномерной, да, и так далее. То есть на единицу понижает пространственную, прежде всего, так сказать, размерную задачу, что, конечно, полезно, но не бесплатно, да, то есть за это приходится платить, да, и зачастую столь непомерную вычислительную плату, которая сводится, ну, там, в частности, потому что теряется важное свойство, системы, такие, как, например, симметрия или ряд других, что сегодня, при том, что этот метод хорошо разработан, у него есть глубокая теория и такие известные монографии на эту тему, да, метод граничных элементов, тем не менее, вот в современных программных комплексах, ну, вообще в практике расчетного обоснования сложных систем инженерных, область использования достаточно ограничена, ну, скажем так, аккуратно. Тем не менее, о нем надо знать, потому что в ряде случаев, ну, даже при знакомстве с результатами неких работ, публикаций, выступлений, значит, этот метод используется. Ну, его любят, понятно, за его вот такие некие замечательные математические возможности, да, или, так сказать, идеи, любят математики, ну, как бы, практики, так сказать, не отвечают на любое. Третий метод, ну, или группа методов, тут можно тоже сказать, что метод конечных элементов, граничных, это целая такая ветвь, да, на которой, так не знаю, гроздьями висят всякие варианты этих методов. Это метод конечных разностей. Ну, это метод как раз тот самый, который исторически, исторически был первым, и он, по сути, вот этот метод конечных разностей, он заложил основу, да, для всех других методов, да, можно там говорить, что это восходит еще к временам Эйлера, так сказать, решение систем дифференциальных уравнений методов конечных разностей. Можно ли сказать, что этот метод сегодня исчерпался полностью? Нет, нельзя. Хотя у него есть там целый ряд ограничений, особенно для пространственных систем, да, то есть всякие регулярности должна быть, то есть сетка должна быть, так сказать, призматическая, там прямоугольная, желательно, да, области, соответственно, тоже должны быть ограничены, в отличие от методов конечных элементов, ограниченных элементов достаточно простыми формами, да, близкими, там, ну, либо призмам, либо цилиндрам, ну, короче, те, которые описываются достаточно такими простыми сетками, сетки хорошо вписываются в эти области. Вот, тем не менее, метод конечных разностей сегодня сохранил, ну, можно сказать, практически сохранил и приумножил свои позиции, мы это увидим, скажем, во временной области, когда нам надо решить динамическую задачу, мы не имеем возможности в каждый момент времени, да, вот в эти самые дискретные моменты времени мы хотим определить, значит, основные параметры нашего состояния объекта. Вот метод конечных разностей, да, вот так называемый степ-бай-степ, или метод интегрирования с помощью, значит, различных конечных разностных схем, вот, они до сих пор себя показывают, да, хорошо. Ну, это речь идет, я повторяю, как бы, о таком однонаправленном процессе, ну, или, так сказать, одной переменной по одному направлению. Причем эти методы, мы увидим, тоже они различаются, за время развития этих методов создана такая туча, значит, подметодов, там, да, схем и так далее. Ну, мы, так сказать, в дальнейшем, в частности, будем иметь в виду явные и неявные разностные схемы, да. Ну, и если мы говорим о, уже не только о задачах механики деформируемого твердого тела, ну, или механики конструкции, а переносимся и в область механики жидкости и газа, мы тоже смотрим численные методы решения соответствующих уравнений в состоянии движения, ну, это уравнение типа Норгейстокса, например, вот, то здесь тоже существует много таких разновидностей того же метода конечных элементов, ну, хотя авторы это не признают, они говорят, что эти методы имеют самостоятельное значение, ну, вот, например, есть такой, один из самых известных и популярных в гидрогазодинамике, да, то есть в механике жидкости и газа в численных моделированиях, это метод конечных объемов, так называемый. Я перечислил эти методы, или там, группу методов, за тем, чтобы, значит, может быть, пробудить, так сказать, да, ну, начальный, может быть, какой-то, пробудить ваш интерес к тому, что, вот, за каждым из этих аббревиатур, за каждым из этих аббревиатур, да, целый такой океан, значит, разработок, возможностей, опций, типов, ну, если мы говорим здесь МКР, да, типов конечных элементов, так, методов решения систем, так сказать, разрешающих уравнений, уже дискретных, но алгебраических, да, это имеется в виду и системы линейных алгебраических уравнений для статических задач, и проблемы с собственным значением, об этом мы сейчас тоже посмотрим, да, и, так сказать, динамические. Ну, вот, давайте мы к этому перейдем, и будем держать в уме, что я рассказываю только, так сказать, поверхность, да, по поверхности. Естественно, книги, вот, если вы посмотрите того же Перлемутера и Сливкера, там богатая очень библиография, я просто не стал ее переписывать оттуда, да, и я вам могу со всей, так сказать, уверенностью рекомендовать эту библиографию, да, потому что за каждым из этих методов есть свои классики, так, и ряд из этих классиков, спасибо вам за это, отличились некими монографиями, да, разной степени, как бы такой, популяризаторской или там строгости, но тем не менее они есть. Ну, вы, наверное, знаете, например, что у метода конечных элементов такая была тоже настольная книга с 75-го года в Советском Союзе. Это Зинкевич, значит, такой польский ученый, который всю жизнь прожил, ну, активную жизнь прожил в Великобритании, у Вальси он профессор, у Вальса Кардифа. Вот, у него, значит, метод конечных элементов в технике такая книжка, да, которая изложена очень таким понятным инженерным, я бы сказал, языком, с точки зрения приложения, да, но при этом содержит некие строгие выкладки, да. Есть книги более теоретические, теоретизирующие, так сказать, в области метода конечных элементов, ну, вот, например, Стрэнг и Фикс такая была тоже переводная книга где-то в 80-е годы в Советском Союзе, теория метода конечных элементов. Есть книжки, посвященные методам конечных элементов, использованию в тех или иных отраслях техники, там, геотехники, там, строительство, ну, и в ряде других. Есть аналогично, я повторяю, книжки по методу граничных элементов, там, Беннерджи, Баттерфилтри, от других. По методу конечных разностей очень много книг, ну, просто даже не берусь сказать. Итак, что мы имеем, когда мы решаем, ну, скажем, давайте говорить о методе конечных элементов, да, какие мы решаем уравнения метода конечных элементов. Это уже, повторяю, то, к чему сводится, сводится ассамблирование конечных элементов. Ну, опять же, мы, безусловно, не можем пройти мимо задач статики. Это мы решаем, если решаем задачу линейной статики, практически все программные комплексы содержат эти решатели. решаем систему линейных алгебраических уравнений. Это уравнение вот такого типа. Ну, те, кто имел дело с расчетами, с методами, наверняка тут угадывают, о чем речь идет. К матрицу жесткости, которая формируется на основании локальных или элементных матриц жесткости конечных элементов, да, то есть это матрица жесткости системы всей, то есть она имеет количество строк и столбцов, это квадратная матрица, равная общему числу степеней свободы, да, то есть общему числу неизвестных. Неизвестный у нас У, то есть это значение перемещений, если мы говорим о задачи статики, в узлах. Ну, F это нагрузки, так, это вектор нагрузок внешних, который может иметь разную природу, это могут быть и силовые, и кинематические нагрузки, ну, в общем, там это не сводится сюда, в правую часть. Итак, вот система линейных алгебраических уравнений. Казалось бы, что проще, там, со времен Гаусса, там, Зедия, значит, все это решается, но мы должны иметь в виду два обстоятельства, с одной стороны в минус, с другой в плюс. Минус в том, что для современных сложных систем вот эта система уравнений, количество неизвестных, может достигать уже даже не сотен тысяч, и не миллионов, а десятков, и сотен миллионов. Ну, вообще, так, рекорд сегодня уже, так сказать, за миллиард ушел, да, за миллиард. То есть вообще так представить, что это можно решить, просто так ничего не зная, и тем более не используя важные свойства вот матрицы жесткости для конечных элементов, ну, могу сказать, невозможно, да, то есть если не используете свойства, то даже на самых современных компьютерах, с распараллеливанием суперкомпьютеров, с использованием, там, самых современных алгоритмов, мы это решить не можем, да. Но, вот, момент конечных элементов имеет очень серьезное преимущество. Почему он выиграл эту гонку, да? Да потому что для произвольных, для произвольных областей, для произвольных систем, произвольных по геометрии, по физико-механическим свойствам, да, матрица жесткости обладает замечательной, вот эта матрица системы введения футболических уравнений обладает замечательными свойствами, да, используя которые мы можем вот решать систему таких уравнений. То есть, это первое свойство, это, безусловно, симметрия, да, то есть, как бы, относительно главной диагонали коэффициента этой матрицы симметричная. Второе, не менее, так сказать, важное свойство, да, что эта матрица, и это ясно из, как бы, идеи метода конечных элементов, эта матрица очень редко заполнена, да, то есть, основное количество, значит, элементов в этой матрице, это нули. И только на диагонали, и, так сказать, рядом с диагональю стоят ненулевые коэффициенты. Таким образом, у меня нет времени говорить, но, значит, это следует повторять процедуру формирования этой матрицы жесткости. И вот, используя эти два свойства, ну, иногда еще туда добавляют положительную или неотрицательную определенность матрицы, да, вот, значит, используя вот эти свойства, современные вычислительные алгебраисты разработали такие методы, методы решения, которые вот позволяют за весьма такие обозримые времена, обозримые времена, решать систему вот миллионы, десятки, сотни миллионов неизвестных. Ну, я когда говорю «позволяет решать», я имею в виду не только Запад, да, у нас у самих уже такой опыт тоже имеется, с использованием, ну, соответствующих программной комплекс. Значит, я что хочу еще сказать, вот, применительно к этому, значит, вот, уже немножко, так сказать, может быть, и делая акцент и на программные комплексы тоже, да, во всех программных комплексах, ну, как бы, есть некие кнопки по умолчанию, да, ну, некоторые программные комплексы имеют просто по умолчанию один алгоритм решения тех или иных алгебраических задач, ну, типа системы линейных алгоритм, которые имеют много опций, да, то есть много методов. И более того, все современные программные комплексы, наиболее известные, наиболее продвинутые, наиболее такие наукоемкие, как сейчас принято говорить, программные комплексы, они дают возможность пользователю, расчетчику выбора, да, то есть они, конечно, устанавливают некие параметры, некоторые по умолчанию, вот, но дают возможность выбора. Вот для того, чтобы вы могли этот выбор сделать, да, надо понимать, значит, что лучше, что хуже, в какой ситуации, да, вот просто я хочу обратить ваше внимание на это. Это касается и библиотеки конечных элементов, если мы говорим, опять же, о конечном элементном комплексе, да, и это касается и методов решения систем линейных алгебраических уравнений. Ну, эти группы, эти методы делятся на две большие группы. Вот, я только упомяну, чтобы вы знали об этом, это прямые методы. Ну, прямые методы берут свое начало, они восходят к идее Гаусса, да, то есть методу исключения Гаусса, да, и представляют собой вот такие мощные, мощные модификации, да, или модернизации этого метода, с использованием вот этих замечательных свойств матрицы жесткости, да. Ну, вот, в частности, одними из таких достойных современных представителей прямых методов являются так называемые спарс-решатели. Ну, спарс это как раз разреженные, да, вот это, о чем я говорил, что матрица разреженная, и вот эти спарс-прямые спарс-решатели позволяют очень высокой степени учесть вот эту разреженность, да, то есть, грубо говоря, не гонять нули по вычислительному алгоритму, да, а отслеживать, как заполняется в процессе, вот, значит, исключения вот эта матрица, то есть, которая, так сказать, преобразуется к виду, вот, примерно такому, да, то есть нижняя треугольная транспонирована на верхнюю треугольную. Итак, прямые методы и методы итерационные. Вторая группа, которая восходит, соответственно, к методово-итерационному методу Гаусса-Зейделя, или просто Зейделя, но существенно более продвинуты, существенно более изощрены. Ну и, наконец, как обычно бывает, значит, некие смешанные, да, то есть методы, которые используют и прямые, и итерационные процедуры. Они, кстати, являются наиболее продвинутыми, да, и, так сказать, использованы для решения сложных задач. Говорю это за тем, что в нашей практике и в практике наших коллег часто мы встречались со случаем, когда люди пользуются тех или иных программных комплексах и тех или иных ситуациях просто опциями по умолчанию, да. Самые все опции по умолчанию, как правило, не выставляются, так сказать, плохо, да, но не всегда она выставляется оптимально, да. Поэтому, вот, обращая ваше внимание на примере, значит, вот, методов решения системы винеевых ангибрических уравнений, в больших порядках, да, что у вас есть возможность выбора. И ваша возможность выбора тем более зряча и оптимальна, чем более вы глубоко, естественно, знаете теорию. Это вот как раз тот самый случай, который я еще раз хочу подчеркнуть, да, что идеология, кнопочная идеология, да, отношения к расчету, да, что вот есть там купленный за большие деньги программный комплекс, есть инструкция, и вот мы там типа кнопки жмем и все получаем. Нет, это не только опасно, вот как я говорил, почему опасно с точки зрения той же безопасности зданий и сооружений, которые мы исследуем с помощью этих методов, алгоритмов и программ, но не всегда эффективно бывает, да. Ну, например, если вы решаете систему уравнений, там, ну, относительно небольшого порядка, да, и, ну, там, до миллиона, да, до пяти миллионов, и у вас какая-то плитно-оболочная система, моделируемая соответствующие конечными элементами, то, конечно, ваш выбор – это, значит, прямые методы, да, там не требуется итерационная. Более того, итерационные там не всегда хорошо сходятся. Ежели, наоборот, у вас какая-то массивная система большой размерности, да, ну, там могут пройти современные итерационные методы. Ну, а ежели вы имеете такую сложную комбинированную массивно-оболочечную стержневую систему большой размерности, то, скорее всего, вам помогут вот эти смешанные методы, вот. Ну, из них современным лидером, современным лидером является метод PCG, так называемый, Preconditioner-Hodgate-Gradiate, то есть это, значит, метод сопряженных градиентов с предобуславливанием, да, то есть сопряженный градиент – это итерационная процедура, так, а предобуславление – это, по сути дела, фрагмент прямого решения. То есть вот как раз это та самая ситуация, когда мы, как бы, смешиваем два подхода, да, смешиваем два подхода и имеем при этом преимущество. Итак, это, значит, самое, как бы, начало, это система линейных амбибраических уравнений, это задачи статики, это задачи статики, ну, или температуры, это стационарная задача, да. Ну, второй такой важный класс задач, который решается уже, так сказать, вне статических предположений – это задачи динамики, и для задачи динамики центральной, ну, одной из центральных, по крайней мере, является проблема собственных значений, да, ну, применительно к нашим практическим задачам, она сводится к частичной проблеме собственных значений, то есть определение не всех значимых собственных частот и форм колебаний, не всех собственных частот и форм колебаний, или не всех критических нагрузок и форм потери устойчивости, а только той части, которая, ну, содержательно значима, да. Ну, например, если нам интересна задача сейсмики, да, нам интересно, по-видимому, будет найти все собственные частоты в сейсмически значимом диапазоне, то есть это от нуля, там, скажем, до 33 Гц, да. Есть у нас, наоборот, какие-то там вибрационные узкополосные процессы, вибрационные процессы, ну, например, на какой-то промышленной частоте порядка 50 Гц, то нам, наверное, интересно найти собственные частоты и формы, которые, вот, лежат в диапазоне, там, от 45 до 55 Гц, да, и не очень интересно все, что раньше, все, что ниже и, так сказать, все, что выше. Поэтому вот эта проблема, она, значит, выглядит вот таким образом, пишется, да. Повторяю, проблема собственных значений. Ну, я тут перенесу, да, с вашим примером. Где у нас такое обозначение введено. И, соответственно, такое обозначение. Сейчас я поясню, о чем тут идет речь. Вот как формулируется проблема собственных значений. То есть для конечноэлементной, значит, в данном случае, системы, вот тут, значит, есть матрица жесткости, вам уже знакомая, так, которая формируется, как мы говорим, на основании матриц жесткости конечных элементов, то есть ассамблирование, так называемое. Это матрица масс или матрица инерции, да, ну, как динамики без инерции не может быть, да, поэтому вот она тоже формируется. Она бывает разных видов, бывает согласованная. То есть она примерно так же формируется через те же функции формы, что и матрица жесткости. Вот иногда ее диганализируют. Ну, это такой упрощенный подход, да. И, наконец, искомые величины. Это как бы вот величины, которые формируются в процессе ассамблирования матриц, матрицы системы жесткости и масс. Это, значит, собственные частоты, видите, квадраты собственных частот, матрица квадратов собственных частот, на диагонали не стоит. Это собственные формы колебаний, да. То есть мы разыскиваем, решая частичную проблему, нетривиальные решения, то есть такие нетривиальные пары, да, ненулевые. То есть имеется в виду, значит, ненулевую собственную частоту, соответствующую ей собственную форму. То есть омега-1, фи-1, ну и так далее. До n. Частичная проблема называется потому, что, как вы видите, мы ограничиваем n. То есть n у нас меньше, чем, может быть, ну или там намного меньше, чем общее число степеней свободы. Ну, например, если общее число степеней свободы, ну или уравнением, у нас может быть, как я говорил, уже десятки, сотни, миллионов, то на практике, ну, на современной практике, в современной практике это, конечно, уже гораздо больше, но, как правило, интересует там несколько десятков, несколько сотен, ну, в крайнем случае, там, несколько тысяч частот и форм колебаний. Хотя это уже, так сказать, тоже считается много, да? Вот, то есть все равно это, так сказать, намного порядков меньше, чем то, что нас интересует. Вот, значит, такое решение, то есть мы видим, что существуют нетривиальные, то есть ненулевые решения у таких проблем, частичных проблем собственных значений. Опять же, это одна из наиболее таких востребованных и красивых математических, ну или там алгебраически красивых задач вычислительной математики, да? Потому что очень многие ученые оставили свой след, ну и практики тоже, да? Свой след вот в развитии методов и подходов к решению этих частичных проблем собственных значений. Сегодня вот те порядки, о которых я говорил, которые достигнуты при решении систем линейных алгебраических поравнений, то есть, ну там сотни миллионов, там, да? Они доступны и для решения проблемы собственных значений частичных, да? То есть вот мы можем решать системы десятки и теперь уже сотни миллионов неизвестных. Ну, вы можете спросить, как и предыдущие, а зачем такие огромные системы решать? Ну, во-первых, это интересно и красиво, так, во-первых, эти можно было и закончить. Но, значит, если мы имеем дело с современными объектами, а иногда нам приходится строить расчетные модели многообъектовые, да? Ну, представьте себе, что у нас какое-то есть там не одно здание, а несколько зданий. Они стоят на общем стилобате и взаимодействуют там через стилобат, через грунт, да? Да, грунт тоже включается, значит, в нашу расчетную модель для того, чтобы правильно учесть вот эти влияния и взаимные осадки, крены и так далее. Как вы думаете, какого, так сказать, порядка будет система уравнения, что в статике, вот что в проблеме собственных значений, да? Вот они уже, так сказать, существенно за миллион, или там за пять миллионов, да? Ежели мы хотим решить задачу еще с какими-то там тонкостями, прибамбасами, да, то там, значит, у нас уже и дальше может пойти. Итак, какие методы сегодня существуют? Ну, методов, повторяю, куча. Вообще, вот вы можете открыть любой там справочник, учебник по проблеме собственных значений, но наиболее из них такой известный, да, парлет, симметричная проблема собственных значений, парлет, да, переведена на русский язык где-то тоже в 80-е годы. Все-таки есть два безусловных сегодня лидера, обращая ваше внимание и акцентируя внимание на то, что, значит, есть много других, но если вы не хотите попасть пальцем в небо, да, ну, попробуйте, по крайней мере, два из этих, когда и если вам программа, методика это позволяет. Значит, первый из них это блочный Ланцеш, ну, метод Ланцеша, да, но не просто метод Ланцеша, а блочный вариант метода Ланцеша. Ну, Ланцеша это фамилия известного алгебраиста, то есть, видите, эти фамилии, они проникают, так же, как там Гаусса, Зейдель, да, вот они проникают сюда. И второй, этот метод итерации подпространства. Ну, не буду донимать вас, тем более, как у нас все-таки лекция не по чистым методам, да, но вот, опять же, в контексте нашего подхода, в контексте нашей лекции по безопасности, обращаю ваше внимание, что надо делать такой осознанный выбор, выбирая те или иные методы решения. Потому что, например, если вы выберете неблочный Ланцеш, такие тоже есть, или там соответствующие параметры в итерации подпространства не поставите, то вы можете неправильно решить задачу на собственное значение. То есть, вы можете, например, пропустить так называемые кратные собственные частоты и формы, то есть, которые имеют одну собственную частоту. Есть такие системы, их очень много, да, вот, и неправильно определяя кратность, то есть, не определяя не все собственные частоты и формы, вот эти кратные, вот, вы тем самым потом можете неправильно оценить и динамическую реакцию, если вы скоро будете идти через решение проблемы собственных значений. Итак, очень такая мощная, многогранная, так сказать, и многоуровневая такая система, то есть, это решение проблемы собственных значений, или в данном случае это определение собственных частот и форм колебания, но определение форм потери начальной устойчивости, да, критических нагрузок и форм потери начальной устойчивости, то есть, устойчивость по Эйлеру, да, как вы знаете, наверное, тоже сводится к такого рода системе уравнений, только там с точностью до замены, я напишу тогда с точностью до замены матрицы масс, ну, я даже тут, наверное, такой термин оставлю, и здесь, значит, так называемая матрица геометрической жесткости, да, видите, так сказать, запись очень похожа, но тут только разница, что вот лямбда, да, да, вот, которая вот такая диагональная, да, по диагонали, здесь стоят критические нагрузки потери устойчивости, да, вот, которые мы решаем, когда решаем проблему Эйлеровой потери устойчивости. Ну, их там, опять же, частичная проблема, столько, сколько мы хотим найти в порядке их возрастания. А КЖ, это вот, в отличие от матрицы масс, матрица геометрической жесткости, да, так называемая, которая тоже формируется на основании матрицы геометрической жесткости, конечных элементов и зависит от напряженного состояния этого элемента, могут зависеть от напряженного состояния этого элемента. Повторяю, и та, и другая формулировка – это проблема собственных значений, ну, в варианте частичная проблема, просто одна имеет дело с динамическими характеристиками, то есть собственными частотами формы колебании системы, другая имеет дело с критическими нагрузками и формами потери устойчивости. Ну и наконец, не очень плавно, но все-таки мы приплываем к динамической задаче, ну или уравнению движения в динамике, которая в методе конечных элементов, ну и не только в методе, здесь просто специфика есть, значит, выглядит вот таким образом. В общем виде. Ну я здесь сэкономил, потому что U с точкой и U с двумя точками, это собственно перемещение скорости и ускорения, также зависит от времени, как правая часть, то есть нагрузки и воздействия, которые здесь имеют в виду. Иногда даже вот здесь это дописывают вот так, минус M, матрица масс, на вектор ускорений. Вот тем самым подчеркивая вот этим членам, что таким образом задается у нас так называемая платформенная схема задания аксерограмм землетрясения. То есть если мы хотим задать кинематическое воздействие, вот одна из возможных форм. Мы задаем ускорение и умножаем на матрицу масс, получаем как бы эквивалент нагрузки на систему. Итак, мы имеем такую систему, ну тут уже есть ваши знакомцы, о некоторых я сказал, матрица жесткости, матрица масс или инерции, вектор нагрузок, ну или соответствующий ее кинематический аналог, искомое перемещение скорости ускорения, зависящее повторяю от времени, и матрица демпфирования, то есть в общем случае мы не можем считать, что у нас нет демпфирования, то есть диссипация рассеяния энергии при колебаниях, поэтому вот мы это в общем случае вводим. Причем форма этой матрицы может быть разная, при определенных формах, так сказать, эта формулировка допускает упрощение этой системы уравнений. Вот, при других, значит, не допускает, да. Ну здесь как раз уместно сказать то, о чем я уже говорил, что существует две большие группы методов решения вот такого рода систем. Это методы так называемые неявные, разностные методы, да, помните, разностные, да, и явные, разностные методы. По сути, сегодня, как бы, такое движение, как бы, по развитию методов, алгоритмов решения вот этих систем, уравнений движения, да, они вот так двигаются иногда независимо по направлению неявных и явных разностных схем. Опять же, хочу повторить, эта тема отдельная, очень интересная, но сложная, когда и что используется. Но, опять же, вы должны, когда, если вам дает программа такую возможность, зряче выбирать ваш подход. Почему? Да, значит, если вы выбираете неявные, разностные методы, неявные, разностные схемы, ну, это методы, схемы Ньюморка, Вилсона, Хаббалта, Хьюза, Тейлора и ряда других, то вы, как бы, обрекаете себя вот на что, так? То есть, это означает, что вы можете идти по времени достаточно большими шагами, относительно большими шагами, да, не опасаясь за устойчивость, то есть, что у вас схема разностная развалится, вы не опасаетесь, и заботясь только о точности. То есть, шаги должны быть такие, чтобы, ну, динамический процесс можно было описать, да. Если у вас шаг, условно говоря, с измерим, с периодом колебаний, или там, тем более, более его, то, конечно, вы это колебание с таким периодом не опишете, да. Но, каждый вот из этих шагов, которые, повторяю, на которые не наружены ограничения по устойчивости, а только по точности, дается достаточно тяжело, потому что на каждом из этих шагов вы должны решать систему линейных алгебрических уравнений, да, ну, по сути, по-новой. То есть, как бы, вот, за то, что это нет ограничения на шаг по устойчивости, за это надо платить временем за каждый шаг. Значит, в отличие от этого, явные разностные схемы, значит, каждый шаг дается очень легко, потому что он не требует, по сути дела, решения системы уравнений, да, там просто определяется определенными рекуррентными соотношениями, но, значит, явные разностные схемы очень чувствительны к шагу, да, там есть такие критерии, в частности, критерии курнта, которые связывают шаг по времени с размером сетки, ну, и теми процессами, которые происходят, да, и мы не можем сделать этот шаг больше, потому что, если мы сделаем его больше, схема у нас развалится, то есть она будет вычислительно, ну, или там, как угодно, сеточно, неустойчиво, да. Поэтому, как говорится, нету единого рецепта, да, но рецепт один, что вы должны понимать, что вы выбираете, да, в этом случае. Ну, и исходя из этого, как бы и выбор тоже понятен, то есть вот понятно, что неявные разностные схемы используются в динамических процессах относительно низкочастотных, ну, такие как сейсмические, да, где можно идти за довольно большими шагами, вот. А вот явные разностные схемы используются, наоборот, для быстропротекающих, то есть высокочастотных процессов, ну, которые, например, характерны для взрывных воздействий, да, для каких-то там, например, крэш-тестов, для обрушений и так далее, когда весь процесс может занимать не то что секунды, а там микро- или миллисекунд, да. Итак, мы видим, что три разностных, в смысле, две разностных, так сказать, схемы, точнее говоря, две группы разностных схем, и каждая из них имеет, так сказать, специфику, подгруппы и так далее, да, и так далее. Теперь я хотел бы перейти к следующему разделу, да, значит, ну, не то что разделу, а то, о чем мы уже говорили, но говорили об этом с пользой. Речь идет о программных комплексах. Давайте мы откроем соответствующую страничку. Потому что, опять же, когда мы говорим о числом моделировании, мы имеем в виду, и небезосновательно, да, что сегодня, значит, никто это не делает на колени, к сожалению или к счастью, это уже другой вопрос, никто это не делает почти на своих программных комплексах, должен вам сказать, что еще в относительно недавние советские времена, ну, тогда, конечно, которые вы не застали, но застали, наверное, ваши родители, там, дедушки, бабушки, вот, для того, чтобы посчитать какую-то конструкцию, так скажем, да, нужно было самому составить эту программу, да, потому что не было другого выхода. Ну, это были 60-е, 70-е, да. Только потом появились такие программные комплексы широкого пользования, удобные для пользования, там, с интерфейсом, с описанием, да, значит, с инструкциями, с поддержкой, ну, в общем, все то, что сегодня является общим местом, да. А тогда не было ничего этого, да, и если ты писал свою программу, ну, или, там, программный комплекс, ты имел шанс, если ты его напишешь успешно, да, вот, потом использовать для расчета конструкции, ты, твои друзья, ну, или, там, твои коллеги, потому что ты им, конечно, объяснишь, там, как, вот, вы понимаете, кнопок тогда особо не было, были перфокарты, перфоленты, вот, и, если бы тогда мы увидели, как легко можно сегодня, манипулируя всеми этими гаджетами, устройствами, да, значит, выполнять расчеты, мы бы подумали тогда, что это наступил такая эпоха вычислительного рая просто, да, потому что тогда это все было очень тяжело, да, подготовительный этап, этап обработки результата. Тем не менее, вот давайте посмотрим на современную картину, да, бросим взгляд, что мы сегодня имеем, ну, может быть, судим и то, чего не имеем так же. Программные комплексы, которые, ну, которые можно пользоваться для расчета, или, там, для моделирования нагрузок воздействия, напряженно-деформирования, состояния прочности и устойчивости. Итак, значит, сегодня существует целый океан этих программных комплексов, в нем, в этом океане, легко потеряться, что, собственно, с некоторыми и происходит. И, по сути, это сегодня такой наукоемкий рынок, да, бизнес такой своеобразный, потому что сегодня, в отличие еще, там, от времен, там, 20-30-летней давности, вы практически не найдете какие-то, там, программные комплексы, которые поддерживаются государством, или, там, специально, так сказать, государством, значит, тем более финансируются, там, и как это планируется. Хотя, повторяю, еще во времена Холодной войны, да, ситуация была другая. Там были такие любимцы, такие стратегически важные партнеры, о которых мы тоже можем поговорить, да, которые получали такое государственное финансирование, ну, по крайней мере, вот в Америке, это было так. Сегодня это не так, это такая частная, сугубо, бизнес, но такой наукоемкий, конечно, да, там работают лучшие ученые, вычислители, лучшие, там, механики, вот, потому что где же мы еще работаем, да, как-нибудь в этих местах. Значит, здесь предлагается один из возможных, конечно, не единственный, и, конечно, так сказать, несвободный от критики, да, подход к классификации, да, этих программ, ну, с тем, чтобы было, в общем, понятно, как их можно там пошинковать, или, там, по каким критериям их можно отнести к тому или другому виду этих программных комплексов, да. Ну, вот, это не совсем наше изобретение, но, как бы, мы там его развили на новом историческом этапе, в меру нашего понимания, разумеется. Итак, вот видите, левая графа, или там левая колонка, вот этот левый прямоугольничек, да, он включает так называемые тяжелые, да, тяжелые универсальные программные комплексы, да. Ну, так, как существуют, наверное, вы знаете, тяжелые САПРовские системы, САПРовские системы, вот, существуют и тяжелые программные комплексы расчета, да. Ну, тяжесть их связана не только и не столько, что их тяжело осваивать, да, они там занимают много места, хотя это так, и не то, что их достаточно тяжело приобрести, потому что не стоит больших денег, тут аж они точно тяжелые, да, вот. Ну, и потому что они позволяют, ну, это такие тяжеловесы, да, то есть они позволяют решать очень такие тяжелые, многодисциплинарные, научные задачи, да. То есть вот к таким задачам, так сказать, на легком танке, так сказать, не подъедешь, да, значит, не пустят. Вот для решения таких задач, о которых мы поговорим, как раз предназначены и занимают вот эту нишу свою законную, такие, как бы, ну, как мы их называем, монстры современные в области численного моделирования, как программные комплексы ANSYS, вот он, видите, да, ну, у нас в России чаще называют ANSYS, вот. Как правильно выбирайте, вас поймут и так, и так. На самом деле вы видите, что сегодня ANSYS это целое семейство программ, причем это тоже исторически развивалось, потому что изначально ANSYS развивался как structural, то есть ANSYS для решения задач механики конструкции, да, или там механики деформируемого твердого тела, потом расширился на термические задачи, вот ANSYS mechanical, в частности, их содержит, потом расширился на задачи мультифизичные, multi-physics, то есть многодисциплинарные, когда решаются связанные задачи, ну, например, задачи гидропругости, аэропругости, помните, мы говорили, да, когда не просто нагрузка или там воздействие действует на сооружение, да, и как бы под воздействием этой нагрузки здание или сооружение там, предположим, деформируется, колеблется, да, но и когда колебания или там деформирование большие вот этих зданий и сооружений обратно воздействуют на поток или там на источник возбуждения, меняют этот поток, и вот они находятся в таком динамическом единстве, что порождает очень много интересных эффектов. Ну, интересных иногда и опасных. Вы слышали наверняка такие понятия, как флаттер, глопирование, бафтинг, которые приводили к обрушениям не только, скажем, самолетов и космических аппаратов, но и разного рода конструкции. Ну, самое, наверное, известно, это обрушение Токомского моста и колебания Волгоградского моста, который был несколько лет назад в ветровом потоке. Так вот, значит, Ансист поначалу развивался как, так сказать, такой structural, то есть как приложение для конструкции, для расчета напряженно-деформированного состояния, прочности, динамики, устойчивости. Но потом он стал потихонечку захватывать, такой, как это говорится, дружественно поглощать другие программы, которые имели неосторожность оказаться рядом или как-то конкурировать, или, так сказать, занимались областью, которой я занимался Ансист. Сегодня мы, как видите, имеем еще несколько таких важных Ансистовских приложений. Ансист CFD – это задачи гидрогазодинамики, численное моделирование, то есть для строительных задач это у нас с вами ветровой поток, ветровые нагрузки, моделирование ветрового потока стационарного и нестационарного. Это задачи гидродинамики тоже, значит, движения в жидкости или колебания жидкости, ну и целый ряд других задач, которые решают задачи СИУДИН. ЛС-Дайна, она по, я думаю, да, точных нет сведений, но думаю, что по возрасту она старше, чем Ансист, и до сих пор ЛС-Дайна существует и как самостоятельная, но существует и как подсистема Ансиста, которая встроена в оболочку Ансиста. ЛС-Дайна – это вот как раз та самая программа, которая была создана в Ливерморском национальном центре, который, как раз, занимался ядерными испытаниями известными, первой атомной бомбой. И вот для моделирования таких взрывных, высокоскоростных и высоко нелинейных процессов использовала и была разработана эта программа ЛС-Дайна. Кстати, в контексте нашей сегодня лекции, обращаю ваше внимание, что там очень активно используется явная схема интегрирования, подтверждение того, что я сказал. То есть, поскольку процессы быстро протекающие, шаги должны быть маленькие и шаги должны быть по времени дешевые. То есть, каждый шаг должен обходиться недорого по времени и по ресурсам другим. Вот ЛС-Дайна – это такая дедушка или бабушка всех этих методов явных, разностных, которых сейчас развилось довольно много. Ну, я имею в виду и программ тоже. В частности, вот Анси Саута Дин как раз тоже использует ряд таких современных и явных схемы интегрирования, в том числе, методов для решения задач быстро протекающих, ну, в том числе и взрывных, да. Ну, таким серьезным конкурентом, и это хорошо, что конкуренция имеется на мировом рынке, ну, и в Америке, и в мировом рынке, является тоже американский поначалу программный комплекс Абакус. Сегодня он носит название Симули Абакус или Абакус Симули. Сегодня он состоит как бы из двух таких основных ветвей. Основных, не единственных, да. Это ветвь Абакус Стандарт, так называемая. То есть, это ветвь, которая занимается, ну, такими традиционными, конечно-элементными приложениями для задач механики деформирования твердого тела и жидкости. И есть Абакус Эксплисит. Ну, название говорит само себя. Эксплисит – это явный, да. То есть, это вот явная схема для быстро протекающих процессов. Так же, как и ЛС Дайна, и в конкуренции с ЛС Дайной, Абакус Эксплисит используется для моделирования крэш-тестов, там, обрушений, взрывных воздействий и последствий, ну, и такого рода задачи, да. То есть, вот это такая конкуренция серьезная. Ну, и, наконец, безусловно, нельзя не упомянуть, что в первой тройке лидеров таких тяжеловесов в области тяжелых универсальных систем является, конечно, «Настран». Почему? Конечно, потому что «Настран» возник раньше «Ансиса» и раньше «Абакуса», и он таки, судя по названию, это видно, финансировался американским правительством в рамках разработки программы покорения космоса, да, и ракетной программы, так сказать, военной, да. «Нас» – это от слова НАСА, да, значит, такое агентство национальное, космическое, которое, собственно, занималось вот запуском производства и запуском космических аппаратов, в том числе обитаемых, да. Вот эта тройка такая, она до сих пор конкурирует, к ней, конечно, стучатся другие, но сегодня эта тройка занимает там большую часть вот рынка тяжелых универсальных систем. Вы можете спросить, и спросите наверняка, если нет, я за вас, а зачем они нужны нам в строительстве, да? Ну, хорошо, там, они начались, эти программы, там, от космоса, от самолетостроения, от судостроения, от турбостроения, там точная, точная, так сказать, такая инженерия, точное машиностроение, там надо хорошо знать, так сказать, концентрацию напряжений, там уровень циклических напряжений, пластических деформаций и так далее и тому подобное, да, для того, чтобы правильно моделировать и правильно эксплуатировать эти объекты. В строительстве зачем? Вот мы с вами чуть позже это посмотрим, но вот когда мы говорим о наукоемкости этого софта тяжелого, да, вот примерно можно сказать, примерно, да, что вот в наукоемких сложных задачах строительства, да, которые требуют вот такого углубленного анализа, там, что нагрузок и воздействий, что напряженно деформированное состояние, да, там, да, вот как раз эти программы и работают, да, при всей своей тяжести во всех там прямых и переносных смыслах этого слова, да. Вторая группа представляет собой специализированные строительные, ну, или можно их назвать более общо, объектно-ориентированные комплексы, то есть объектами являются строительные конструкции, сооружения, и, значит, они представлены, так сказать, тоже достаточно неплохо, более того, в этом сегменте, в этой нише гораздо больше программных комплексов, чем тяжелые, ну, потому что для того, чтобы разработать тяжелый программный комплекс, нужно держать фирму там из 300 человек, высокооплачиваемых, высокоинтеллектуальных, да, и, как бы, снабжать их работой, чтобы экономика, так сказать, это все тоже потребляла, чтобы экономика требовала развития этого тяжелого софта. Где это возможно? Ну, только, понятно, таких технически развитых цивилизаций, да, ну, и, прежде всего, в Америке, как это непатриотично сегодня может не звучать, да. А вот строительные программные комплексы, ну, они, как бы, понятно, они можно использовать на каждый день при проектировании, там, при массовом проектировании строительных объектов. В чем их плюс и минус? Ну, они проще в общении, да, они дешевле, они требуют меньше ресурсов, каких угодно, да, и мозговых, это не всегда хорошо, да, и, так сказать, компьютерных. Вот, они не предоставляют такой широты выбора в средствах, в арсенале средств, да, вот о которых я говорил, то есть, там, типы конечных элементов, методы решения, типы представления результатов, здесь это все более, так, как бы, ориентировано на практику, да, так сказать, иногда, так сказать, необходимый минимум, не более того. Вот, но они имеют и, так сказать, преимущество тоже, помимо своей, вот, простоты, или, там, так сказать, видимой простоты, да, они сориентированы именно на предметную область, на строительство, да. Это означает, что вы можете воспользоваться, там, определенными базами знаний, базами данных по строительству, снипами, то есть, как бы, при сочетании их нагрузок, при оценке состояния, да, вы можете расчиривать на то, чтобы там подцеплены соответствующие нормы и правила, да, и вам не придется, как в этих тяжелых комплексах, самостоятельно заниматься этими оценками. То есть, это такое удобство для повседневного использования для большинства задач, связанных с проектированием, ну, скажем так, неуникальных зданий и сооружений, да. То есть, не будем говорить типовых, но неуникальных. Я не буду перечислять все эти программы, значит, список, который я здесь представил, он совсем не полон, он совсем не полон, он скорее отражает, как бы, нашу практику, да, вот мы в каждодневной практике и в стадио, и в научно-образовательном центре компьютерного моделирования МГСУ, да, используем вот эти программные комплексы, да, то есть, это ANSIS CivilFM, робот-стратч из западных, да, микрофэск, кат, лиро, старт в меньшей степени, астроновый наш программный комплекс по трубопроводам, но это не совсем строительство, хотя там есть и атомные, и тепловые, и ряд других. Вот, это такой набор, который можно и нужно пополнять. Сюда, безусловно, стучатся, и здесь находятся такие программы, уже верифицированные в системе Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, как MIDAS, то есть MIDAS CivilFM, MIDAS GTS. Сюда относится, безусловно, такая программа, тоже известная, как SOFISTIC. В какой-то мере сюда относится такая программа, широко используемая для строительных отраслей, ну, практически всех стран мира, кроме России, да, как связка САП-2000-ЭТАПС, это вот известный тоже очень программный комплекс, и ряд объектов проектируется и в России, но, к сожалению, статуса этой программы нет, то есть она не верифицирована, не сертифицирована, то есть она юридически не имеет права использоваться для обоснования в России, повторяю. Означает ли это, что сегодня мы имеем дело вот с такими, значит, программными комплексами в виде черного ящика, ну, только черный ящик большой, тяжелый, да, или он там, значит, облегченный черный ящик? Нет. Сегодня до сих пор еще существуют некие исследовательские программные комплексы, вот, в частности, мы являемся разработчиками одного из них, где мы позволяем там магистрантам, аспирантам, как бы копаться в кишках этих программных комплексов, то есть не как черному ящику, и помогаем в этом богоугодном занятии, так скажем, да. Есть специализированные системы, вот здесь они в следующем представлены, ну, вот, например, наверное, многим из вас известно на слуху, по крайней мере, программный комплекс ПЛАКСИС, это вот такой грунтовый, как его называют, инженерный калькулятор, да, в котором реализованы достаточно простые, но все-таки нелинейные модели грунтов, и который без особых претензий на подробность конечной элементной модели все-таки позволяет вот такие грунтовые задачки решать, что в ряде случаев важно, особенно на стадии таких прикидочных расчетов. Опять же, из таких грунтовых задач, грунтовых проблем, я выделю, российские, земля называется, ну, по некоторым там вариантам ГЕОС, где реализованы такие продвинутые модели поведения грунта, это вот профессора Юрия Николаевича Зарецкого. Ну, Flow Vision, я думаю, в Перми, значит, хорошо известная программа, вот это своеобразный, ну, как они говорят, конкурент ANSYSA CFD, да, то есть это решение задачи, численное решение задачи гидрогазодинамики, да, ну, прежде всего для ветровых всяких дел, для взрывных, взрывных воздействий, да, которые вот актуальны для, например, анализа первой стадии, как бы, возможного прогрессирующего обрушения, да, то есть, как бы, взрыв бытового газа, да, мы его моделируем Flow Vision, нагрузки определяем, и потом, значит, с помощью, там, ANSYSA или другой программы смотрим на нелинейную динамику наших конструкций, как они реагируют на этот взрыв, да, ну, как вариант, как вариант. Ну, и, разумеется, мы не должны забывать, мы не забываем об этом, что не всегда удобно, а в ряде случаев просто даже и неправильно, да, делать вот эти наши расчетные модели, с помощью которых, ну, чистые модели, с помощью которых мы моделируем наши нагрузки и воздействия, да, с нуля, как бы, да, вот, существуют специализированные, опять же, они разной категории, там, тяжелые, объектно-ориентированные, да, системы автоматизированного проектирования, САПР, да, вот здесь показаны некоторые из них, Автокад, ну, самая популярная, со всеми подсистемами, включая Revit, вот, PDS, SmartPlan и так далее, вот, и существуют, или пишутся конвертеры, так называемые программы, которые позволяют из вот этих САПРовских моделей, да, сделать, ну, по крайней мере, некий прообраз расчетным, ну, в том числе, конечной элементной модели, да, это не означает, что эта модель содержит в себе все атрибуты расчетной модели, вы должны это понимать, потому что любая самая продвинутая САПРовская модель, в принципе, не содержит ряд параметров, которые нам нужны для расчетов, да, это, вот, например, граничные условия, это нагрузки, это, там, физико-механические характеристики, я уж не говорю, там, про сеточные дела, тут, как бы, сеточные генераторы у расчетчиков свои, это предмет, там, собственной гордости, ну, и, естественно, ряд других, да, короче, надо понимать, что, вот, геометрию вы имеете возможность, так сказать, инвертировать, предположим, да, или, там, скушать в каком-нибудь продвинутом программном комплексе, типа, там, ANSYS, ну, или менее, там, как SCADA, вот, но вот рассчитывать на то, что подробности расчетной модели, вы, не зная об этом или не задавая этому конвертеру, получите из САПРовской модели в расчетную, вот на это рассчитывать не приходится, да, не приходится, как правило. Вот, осталось, по-видимому, нам рассказать о том, что, хотя мы об этом рассказывали на прошлом занятии, применительно геометрической неренейности, да, вот вопрос устойчивости, да, вот, давайте посмотрим, что такое нормативно-регламентированное сочетание, да, вы помните, у нас было занятие, посвященное нагрузкам воздействиям, основным особым сочетаниям, да, и вот последняя, так сказать, формулировка, это значимые этапы жизненного цикла. И, в принципе, вот, когда я показывал вам программы, да, вот это наиболее, как вам сказать, такая тягомотистая часть, да, наших с вами расчетов, почему? Потому что, ну, если мы возьмем тяжелый программный комплекс, ну, давайте мы, значит, опять же, вернемся к консису, к абакусу, там, на страну, они, конечно, знать не знают об вот этих самых нормативных, ну, там, сниповских, там, неважно, еврокодовских, сочетаниях нагрузок и воздействий, да, но, собственно, они не знают и знать не должны, да. Вы можете знать одну нагрузку, другую, третью, определенным образом их сочетать, если у вас линейная задача, или последовательно нагрузить, если она не линейная, да, но вот этих, как бы, расчетно-нормативных, рекламентированных сочетаний в них нету, то есть вам, вы должны это сами прописывать. Ну, кстати, такие программы высокого уровня, как консис, позволяют это делать с помощью специальных, так называемых, специального языка программирования, ПДЛ, то есть писать макросы, так называемые, да, то есть такие программы, которые позволяют вам удобно строить модель, или, там, удобно ее нагружать теми или иными сочетаниями. Но, безусловно, это то, что вы будете делать сами, это не всегда удобно, не всегда на это есть время, да, не всегда квалификация пользователя такова, что он может это сделать правильно, ну и проверить. Вот, в отличие от этого, объектно-ориентированные программы, безусловно, ну, в строительной области, да, имеют, безусловно, преимущество, потому что вот этот важный, вроде бы, математически в нем ничего нет, да, важный этап расчетного сочетания нагрузок и воздействия, определения наихудшего, да, ну, или, там, опасного сочетания и тех усилий, на которые надо потом оценить прочность, это такой, повторяю, хотя и, может быть, мало математически привлекательный, но очень такой тяжелый, тяжелый аспект. Более того, могу сказать, что, вы, наверное, тоже сталкивались, если работали с программой в практике, да, зачастую бывает, что там такие серьезные, времяемкие процедуры, как решение системы линейных алгебраических уравнений или проблемы собственных значений динамики, занимает время даже меньше, чем потом обработка этих результатов вот с помощью этих процедур, там, связанных с расчетным сочетанием, там, нагрузок или усилий. Это отдельная тема, отдельная тема, и здесь, как бы, есть опасность, ну, как бы, пропустить. Вы спросите, почему она есть? Ну, вот если, опять же, взглянуть на современные системы, ну, особенно уникальные, ну, или те, которые находятся в каких-то сложных природных условиях, что тоже придает им уникальности, да, то вот количество вот этих расчетных нагрузок, я уж не говорю про сочетание, иногда исчисляется сегодня уже десятками, да, и приближается к сотне, а сочетание, ну, вот там, сотнями такие, да. Вот я могу вам сказать, что, например, по таким объектам современным, как, например, Центральный Олимпийский стадион Сочи, да, вот вы знаете, где происходило открытие и закрытие Олимпиады, вот, количество сочетаний нагрузок, вот, на моей памяти было где-то около 200, да, то есть сама по себе система огромная, многокомпонентная, она содержит сотни тысяч элементов, как минимум, да, или там за миллион сильно, и это надо проанализировать там в статике и в динамике, вот на такое огромное количество сочетаний нагрузок, да, и выбрать худшие варианты для каждого элемента с тем, чтобы не упустить его, да. Это довольно тяжелая процедура, она не имеет единственного решения, вообще говоря, да, то есть если только не перебором, да, то есть понять, что наиболее опасно. Тем не менее, через это чистилище мы должны пройти, чтобы не ошибиться в оценке прочности и устойчивости нашей конструкции. Вот, пожалуй, все, коллеги, что я хотел вам сегодня рассказать.